Расти будет рентабельность. Ну, на такой смысле. Мы, как следствие, делали это. Почему вдруг станут покупать, если они покупали раньше? Тут вот несколько цепочек, почему начнут покупать. Потому что спрос существует на это влага. Опять же, тут надо разобраться в формуле доходы минус расходы делить на расходы и умножить на 100%. Это формула рентабельности. То есть, соответственно, если у нас выросли цены, то это эквивалент увеличению дохода. Нет, вот этого не могу. Потому что рост цен... Да, почему это провоцирует? Да, доход. Доход это... ПФУ. Опять же, это зависит от эластичности. Ваш вопрос вводится к тому же. Если спрос является неэластичным, то еще до этого, до действия фактора перетока капитала, вы повысите цену и получите этот выигрыш. Следовательно, вы придете к такому равновесию, при котором максимизируется ваша выручка. После того, как вы пришли к этому равновесию, увеличение цены в результате сокращения предложения должно увеличивать ваш доход при прочих равных условиях. Тем более, здесь вот предпосылка при прочих равных. Если у нас увеличивается П при прочих равных условиях, то ПФУ тоже увеличится. Вот это равное. Вот. И если так, то это приведет к увеличению ретальности. Хорошо. Еще есть вопросы? Ну, немножко. Давайте. Вот, допустим, у нас есть монополист. Ну, какая-нибудь компания, которая знает, что она востребована, и она одна на рынке. Она может просить сколько угодно денег за свои услуги. Потому что она знает, что они... Спрос абсолютно неэластичен. Или очень неэластичен. И у людей нет выбора покупать. Да. Допустим, тогда появляется какой-то конкурент. Которому она сразу, как он только появился, пока он не сказал, что я буду дешевле продавать, поэтому ты перечет. Она говорит, что вот мужик, если ты сделаешь такую же огромную цену, как и я, то мы с тобой будем два монополиста, которые будем брать денег столько, сколько захотим. И каждый раз, когда появляется новый человек, по сути, он становится таким же монополистом. Потому что... Вы отписываете внутри картеля. Почему все в мире тогда компании не смогут просить очень много денег, просто потому что сразу будут договориться, что мы будем просить очень много. Чтобы мне выгоднить себя и кинуть, начать продавать быстренько все дешево. Любой картель, смотрите, тут это из теории игр следует, что любой сговор, он внутренне неустойчив, потому что каждому игроку выгодно в одностороннем порядке договориться и нарушать правила картеля. Соответственно, посмотрите на любые картели, которые существуют сейчас. То есть, сколько количества разных интересов внутри картеля. Например, вы так исходите из того, что все производители сотовой связи, они заинтересованы в абсолютно одинаковой цене. А это разные игроки. Один заинтересован, например, фиксацией доли на рынке и говорит, давайте зафиксируем как есть. А тот, кто только выходит на рынок, говорит, ребят, картель картелем, но я хочу увеличивать продажи своей фирмы, а вы мне предлагаете доли заморозить. Как же мы с вами договариваться у единой политики, когда вы хотите неизменных долей на рынке, а я хочу увеличения долей? Как же мы договоримся? В итоге наш картель, он внутренне неустойчив, потому что означает наличие противоположных интересов. Это все равно, что картель победителя и проигравшего. То есть, не победителя и проигравшего. У нас есть команда, которая победила в чемпионате мира, например, есть, которая стремится. Давайте картель создадим. То есть, у них разные интересы. Даже если они создадут картель, то тем самым они еще более увеличат стимул к появлению игроков вне этого картеля. Более того, увеличится стимул выхода из этого картеля. Потому что пока вы пытаетесь дебинговать или что-то еще делать, извлечь, вы теряете гибкость в завоевании новых рынков сбыта. Поэтому картель, это вещь такая. А он может быть устойчивым, но только если государство защищает картель от фото. Например, дает лицензии на продажу, связь, еще чего. Тогда вот есть какая-то олигополия, и они там внутри уже вынуждены играть. И так тяжело это сделать. Идентичный пример был как раз в книге Роберда или Ухейда? Роберда, ну, в картеле, кажется. Роберд. Там был как раз про то, что центральные банки никак не было в картеле срочке, хотя вроде как... Картель центральной банки? Да. Ну да, смотрите, получается, есть ФРС, американский центральный банк, есть банк Китая. Чего хочет банк Китая? Банк Китая хочет, чтобы их валюта была дешевой, потому что это делает их экспорт более привлекательным. А что хочет американский центральный банк? Он хочет, чтобы юань был дорогим, потому что тогда китайская продукция будет дороже, чем американская, ну, чуть дороже, чем сейчас есть, по сравнению с американской. И это как бы будет стимулировать собственного производства. То есть получается, что у китайского правительства и у центрального банка интересы не такие же, как у ФРС. Это означает, что глобальный какой-то орган, который всем управляет, он будет опираться на противоречащие друг другу интересы. То есть только в одном случае возможно устойчивый картель, когда у всех одинаковые интересы и ресурсы. Но на рынке есть те, кто уже пришел, есть или завоевал, а есть те, кто только пришли. И у них совершенно разный интерес, когда мы с этим согласились. Еще вопросы? Так, я организационно. Давайте. Значит, смотрите, вы делаете прогноз на период в ближайшие 3-6 месяцев. Соответственно, период, который вы рассматриваете, это новость, которая произошла за последние 3 желательно месяца. То есть, начиная с нового года. Тем более, у вас еще время есть до сдачи. Как раз у нас будет, может, не 6 месяцев, но больше, чем 3. Ну, может быть, у вас есть какая-то идея, уже можно было бы ее сейчас конкретно рассмотреть, как можно проанализировать. Есть конкретная идея по поводу рынка? Какой это рынок? Мобильных устройств. Мобильных устройств. Соответственно, не будем расспрашивать про вашу новость. Если эта новость произошла с нового года, это может быть, вот я уже говорил, любой из этих факторов, и любой из вот этих факторов, которые мы еще не рассмотрели, связанных с supply, то у вас произойдет рыночный равновесие, и вам как раз нужно будет рассмотреть, что будет происходить на этом рынке в ближайшее время. Не требуется из-за некой предсказания. Да, патруль предикшн. То есть, грубо говоря, в результате этой новости увеличится спрос на мобильные телефоны. Значит, демант сдвинется. В право и вверх, а supply в право и вниз. Значит, это приведет к увеличению Q, а цены останутся неизменными. Скорее всего, так рыдок чаще всего и реагирует. То есть, у нас редко бывает так, что цены меняются в одну сторону, а потом в другую. Как правило, они имеют тренд. То есть, скажем, появляется товар, он начинает дешеветь. В случае с мобильными телефонами. Мы редко видим такой вот знамен. Она может быть связана с валютными колебаниями. Кстати, валютные колебания это еще один фактор, который можно рассмотреть. Еще вопросы есть? Вы вообще вышлете какое-то более неформальное написание задание? Да, я могу выслать вам формальные требования к написанию сэ, но, наверное, лучше всего будет его на следующем занятии, то есть, после уже деловой игры, разобрать. То есть, какие требования и так далее. То есть, я рассчитываю на то, что вы это эссе сдадите где-нибудь занятий на 12-м. У нас же всего 15 встреч. То есть, это эссе-исследование, это то, что вы делаете в течение всего курса, как некое приложение того, что вы изучаете, видите, у вас есть вопросы, предложения к конкретному рынку. Если вопросов нет, тогда все свободны.